75-летие победы в Великой Отечественной войне был особенным и памятным для всех славянцев. И несмотря на трудности, связанные с распространением коронавирусной инфекции, в районном центре поработали очень хорошо, сделав еще один большой шаг на пути социально-экономического развития. Об этом и шла речь на расширенной сессии Совета Славянского городского поселения. Депутаты города и района, представители силовых структур, администрации, руководители предприятий, организаций присутствовали на сессии городского совета, на которой были подведены итоги работы главы администрации города за 2020 год. В минувшем году районный центр сделал многое, чтобы обеспечить современную комфортную жизнь для славянцев. На расширенной сессии Совета глава Славянска на Кубани Александр Берсенев рассказал о проделанной за год работе, а также о планах и проектах развития города. Главные задачи в работе администрации – это по-прежнему исполнение бюджета, участие в федеральных и краевых программах, создание условий для организации досуга населения, благоустройство города и его санитарное состояние. Экономика – это базовое условие для успешного развития. Более чем на 92 миллиарда рублей произвели промышленные продукции городские крупные и средние предприятия. Значительно превысили результаты за 2019 год в пищевой, легкой промышленности и производстве строительных материалов. Выросла среднемесячная зарплата. В городе по полному кругу предприятий она была свыше 35 тысяч рублей. Точное исполнение городского бюджета – одно из слагаемых успеха. Чтобы уверенно двигаться вперед, важно точно выбереть и эффективно использовать городской бюджет. Расходы в 2020 году составили 669 миллионов рублей. Из них 324,8 миллиона рублей – это федеральные, краевые и районные средства. В 2019 году данная сумма составляла всего лишь 218,7 миллиона рублей. Фактически расходы распределены по следующим направлениям. На благоустройство дорожное хозяйство и ШТХ направлено на 403,7 миллиона рублей. Культура, спорт, молодежная политика, СМИ 38,6. Содержание муниципального учреждения – 162,7 миллиона рублей. Прочие расходы по полному, чем составили 64 миллиона рублей. В 2020 году удалось реализовать 9 муниципальных программ, в том числе 4 на условиях софинансирования с федеральными и краевыми программами. У города обширное тепловое хозяйство. Работают 29 котельных, и они обновлялись, ремонтировались в ходе подготовки к отопительному сезону. Также проведен текущий ремонт водопроводных сетей протяженностью 1700 метров и 1200 канализационных. Полным ходом строится инженерная инфраструктура юго-западного района. Идет капитальный ремонт многоквартирных домов. Перекрыть крыши, обновить фасады, заменить трубы холодного и горячего водоснабжения, отопления, канализации – все это включает в себя программа «Пока примут». В 2020 году проведены работы в 10 домах. Подрядчик определен региональным оператором. Капитально ремонтируют те дома, на счету которых была сосредоточена необходимая сумма для проведения работы. Большей частью новой этажа также ремонтировались крыши, обновлялись фасады, менялись трубы горячего и холодного водоснабжения системы электроснабжения. Общая стоимость составила порядка 40 миллионов рублей. В 2020 году была завершена реконструкция Северного парка. Благодаря госпрограмме формирования комфортной городской среды было освоено 157 миллионов рублей. Сегодня парк – одно из самых популярных мест отдыха славянцев. Территория распланирована с учетом пожелания славянцев. Появились широкие пешеходные зоны и входные группы со скобнями, урнами. Построены площадки, на которых расположены два теннистых гордах, баскетбольная площадка, новоокурциональная площадка для мини-футбола, волейбола. Установлены четыре детские площадки. Появились спортивные тренажеры, в том числе и для маломобильных групп населения. Уличные тренажеры, турники, рукоходы. Пророжено новое линия канализации. Обновление городского парка завершает озеленение. Весной оно особенно привлечет внимание гаража. Уже посеянные газоны, высажены деревья, ели и кустарники. Более сотни фонарей освещают парковую зону. Большое внимание в городе уделяется дорогам, культуре, спорту, социальной поддержке граждан и работе с молодежью. Подытоживая все сказанное, Александр Берсенев поблагодарил всех, кто внес свой вклад в достигнутые городом успехи. Руководители, специалистов и рядовых тружеников. В ходе расширенной сессии ее участники смогли задать главе славянского городского поселения интересующие их вопросы. Если семья зарегистрирована в городе, где она может подать заявление? А если не зарегистрирована семья, может ли подать заявление на получение бесплатного земельного участия? Прописано у нас в городе не менее пяти лет. Это подтверждается документами. Когда приходите, вас ставят на очередь. Документы принимаются у нас на порте по 29, там кабинет номер у нас 4. Сотрудник вас там примет, рассказывает какие документы необходимые. То, что касается, если люди прописанные не в городе, то они тоже имеют право на получение земельного участка, как многодетное. Только не в городе, а не в городских округах, а только в поселениях. Глава Славянского района Роман Синеговский отметил, что развитие Славянска на Кубани экономическое и социальное в числе приоритетов районных властей. Очень важно и то, что в городе режим наибольшего благоприятствования для ведения бизнеса. Условия для бизнеса, я считаю, создаются. Александр Борисович – доступный человек. Мне даже не в каждом городе или даже поселении увидишь, он знает все свои объекты. Порой разбивку показывает подрядчику, как сделать, сам участвует с рулеткой. И знает буквально, что у него делается, где делается, лучше его специалистов. Поэтому в этом вопросе он, как говорится, преуспевает. Глава Славянского района сказал, что в городе не бывает мелких вопросов. Все стараются сделать все возможное для удобства проживания жителей. Все вопросы, которые связаны с городской средой, прежде всего с работой с жителями. Мне приятно, что Александр Борисович очень доступный человек. Он всегда на телефоне, принимает не только в приемные дни, а каждый день. И в кабинете, и в коридоре, и на улице, и на сходе, и везде, и везде. Но благодаря этому, наверное, какие-то вопросы решаются. Поэтому я хочу всем сказать спасибо. Я понимаю, что это совместная работа депутатов. И ко мне городские депутаты порой обращаются. И я уверен, что Александр Борисович координирует свою работу в результате обращений депутатов. И совместной выработки тех или иных планов. Потому что по-другому не бывает, как мы говорим. Одна голова хорошо, а когда 5-10 человек общаются, видят, подсказывают. Наверное, так оно в целом и должно быть. Поэтому я хотел бы сказать спасибо всей команде города. Работу главы города и администрации признали удовлетворительны депутаты городского совета, глава Славянского района Роман Синеговский, депутат Законодательного собрания Краснодарского края Виктор Чернявский. Он отметил трудолюбие, неравнодушие и настоящий профессионализм главы города и его команды. Не важно, откуда пришел он. С федерации, с края, с района. Важно, что он пришел с нас на Кубани и на глава жителей его района. Задачиваю очень скромный человек, вы не любите выступать с трибуны, но вы там лучшие постоянно. Вы знаете, это мелочи, все проблемы города. Вокруг себя объединяет, сам впереди, никогда не прячется. Работу считаю положительной. Готов выполнять все ваши задачи, ваши депутации, образы населения. Только вместе, только вперед и начнем получиться. Спасибо за работу. Сессия городского совета завершилась на приятной ноте. Благодарственные письма комитета законодательного собрания Краснодарского края по вопросам науки, образования, культуры и делам семьи за вклад в развитие системы образования вручены представителям этой сферы, в том числе и Риме Прищепе, директору первой спортивной школы. Хочется поблагодарить наши, как говорится, и город, и район за то, что они очень внимательно относятся к нашим просьбам и проблемам. Ну, учитывая, что наша школа довольно-таки работает на высоком уровне, нам, как говорится, не отказывают ни в чем. И на сегодняшний день приезжают даже другие к нам на соревнования, и все очень удивляются тому, что у нас очень красивый и очень аккуратный и благоустроенный город. Я считаю, что это заслуга наших местных властей. Для администрации нашего города ежегодные отчеты о работе стали потребностью сверить действия власти с мнением населения, обсудить планы на будущее. А для славянцев это еще одна возможность узнать, как развивается наш замечательный город. Досрочное строительство Северного парка, реконструкция. Это строительство многих-многих объектов в социальной сфере, благоустройство, ремонты дорог. Все это, конечно, впечатляет. Это все очень радует, потому что наш город с каждым днем становится все краше, уютнее и становится интереснее для наших жителей. Жизнь здесь становится лучше, безусловно. Что касается нашего учреждения, мы, конечно, очень рады, что именно в этом году у нас появился новый корпус исследовательской лаборатории, который был достроен и торжественно открыт 3 сентября 2020 года. Несмотря на пандемию, несмотря на все трудности, сейчас мы работаем, функционирует наша лаборатория, наши ребята могут приобщиться к исследовательской работе, к науке. Это очень-очень здорово. Да, очень много сделано, много построено тротуаров, дорог асфальтировано, градируются дороги, порядок наводится, озеленение очень у нас активно ведется, озеленение у нас очень зеленый, красочный, яркий город в летнее время. И гости это очень отмечают. Конечно, пандемия в этом году внесла свои коррективы, немножечко все поменялось в наших планах, но, тем не менее, достигнуто очень много, достигнуто много хорошего. Радостно, что Александр Борисович отметил в своем докладе, что для наших ветеранов, несмотря на пандемию, было праздничное настроение, организовано поздравление, красиво организовано. Я от себя хочу отметить, что радостно, что в 2020 году один из ТОСов нашего округа, Южного округа, занял первое место в крае. Это, конечно же, заслуга не только администратора по работе с населением, или руководителя ТОС, Фертиковой Татьяны Андреевны, но и наша общая работа округа, города, при поддержке главы района, естественно. Впереди у Славянска на Кубани задачи и свершения. Здесь запланировано много нового, чтобы славянцы жили еще лучше и комфортнее. Андрей Вишневский, Игорь Ванчугов, программа «События».